Друзья, всем привет! Я сегодня вам привел довольно-таки редкого зверя для нашей страны. Знакомьтесь, это Mercedes A-класса в кузове хэтчбэк 220 с полным приводом. В этом ролике мы с вами познакомимся с этим автомобилем и еще я вам расскажу, как стремительно в нашей стране за один год изменились цены на новые автомобили, в частности, Mercedes A-класса. В общем, этот сюжет будет насыщенный, потому что изначально, когда я ехал, я, честно говоря, относился к машине скептически. У нее есть свои минусы, мы вам их обязательно покажем. У нее есть свои плюсы, поэтому присаживайтесь поудобнее. Мы постараемся сделать краткий, насыщенный, живой обзор. Но прежде чем мы начнем, коротенькая рекламная пауза, и мы переходим к основной теме выпуска. Че, хочешь бить ее? На, держись. Держу. Купи телевизор BQ со скидкой. Промокод и ссылка в описании ролика. На момент записи этого ролика середина августа 2020 года. Практически год назад, в сентябре 2019-го, автомобиль A-класса, они представлены в двух кузовах. Хэтчбэк, как в нашем случае, и седан. Вот седан можно было купить по цене, вдумайтесь, друзья, от 1 миллиона 400-500 тысяч рублей. Вот реально можно было прийти за полтора миллиона, забрать новый седан A-класса. Хэтчбэк можно было найти примерно по цене 1 миллион 800, но не нашу версию 220-го, а A200. На сегодняшний день цены дико изменились. Сегодня купить новую Mercedes A-класса с передним приводом в хорошей комплектации вы сможете примерно за 2 миллиона рублей. Вот этот автомобиль на момент продажи стоил 2 миллиона 800-850 тысяч рублей. Это версия Sport. Человек покупал его с учетом 3D. Он сдавал предыдущий такой же Mercedes и доплачивал наличкой. Забрал он машину по цене 2 миллиона 412 тысяч рублей. Автомобиль представлен в четвертом поколении. Также есть версия, как я сказал, седан. Когда я снял седан в потоке в городе и выложил его в инстаграм нашего канала, из 100% комментариев 90% человек написал о том, что изначально я подумал, что это Солярис. Когда я начал к нему присматриваться, ну да, действительно, в черном цвете, А-класс седан очень сильно похож на Солярис. Или Солярис очень сильно похож на А-класс. Говоря про хэтчбэк, если почитать пресс-релиз от компании, естественно, они рассказывают, что автомобиль стал более агрессивный, автомобиль омолодился. Это все стандартные става для абсолютно любого автомобиля, который выходит в обновленном виде. В нашем случае вы можете посмотреть на него сами и написать ваше мнение в комментариях. Владелец катался до этого на предыдущей версии, ему машина понравилась, в принципе, он там смотрел некоторые варианты, но посчитал то, что вот этот автомобиль будет наиболее ему близок. Что мы получаем? Вот смотрите, у нас получается полностью светодиодная оптика, все остальное по нафаршированности, как абсолютно любой немец, машину можно набрать от и до. Сейчас, например, доступны более бюджетные версии А-200, и также можно купить версию, допустим, там АМГ, она тоже с двухлитровым мотором, там будет около 400 сил, совсем другая история. Что интересно по этому автомобилю? У него клиренс, друзья, 104 миллиметра. Вы вдумайтесь, 104 миллиметра. Проверили уже все источники, везде такая цифра, и самое главное, когда ты к автомобилю подходишь, ну реально он очень низкий. Мерседес А-класса, это, по сути, самое начало, когда вы входите в семью Мерседес. Ну, смотрите, у нас автомобиль стоит нехилых денег. По сути, если бы он покупал без трейдина, он бы обошелся примерно 2 600 по текущим нынешним ценам. Но что за 2 600 ты получаешь? Вот здесь жабры идут, да, пластиковые. Но это просто заглушки. То есть, такие некоторые вещи мы сегодня вам будем показывать, что за 2 600, думаешь, да блин, как такое вообще возможно? Интересное нас встречает и под капотом. В нашем случае здесь еще стоит двухлитровый мерседесовский мотор, который выдает 300 крутящего момента. Хотя разница в него тоже есть, по информации. Одни пишут, что тут 350 крутящего момента. Работает этот мотор в паре с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями, мокрым сцеплением. Значит, разгон у него до первой сотни примерно 6,9-7 секунд ровно. Это ощущается. Вот совсем недавно мы снимали Kia Pro Seed на 200 лошадиных сил с крутящим моментом 265. Машина разгоняется 7,5 секунд по паспорту. А здесь, казалось бы, на полсекунды машина едет быстрее, но она срывается настолько уверенно, что когда ты садишься, мы прям нажимаем педаль в пол, нас всех начинает вжимать. Вот это, конечно, класс. Можно сказать тысячу слов, но лучше один раз показать. Опачки, у нас прям... Опа! Блин, она реально срывается с места очень хорошо, делает рывок. Я нажал сотка. Я нажал на педаль газа, у нее прям капот приподнялся маленько. Пошел. Блин, в этом плане, конечно, кайфы. И вот в спортивном режиме что-что, ну, удовольствие. Ну, вот как раз вот мы разгоняемся чуть больше 100 КМА, и сразу появляется шум, и шум такой довольно-таки сильный. И он в первую очередь реально идет от колес, вот от днища автомобиля. Соответственно, я думаю, шумкарок здесь ситуацию поменяет. При этом колеса у нас не какие-то там 20-е, 18-е колеса. То есть шумочка, конечно, хромает. Изначально, когда я ехал, я думал, ну, блин, какая-то коробченка, Mercedes, ну, не то. Но вот свои эмоции от управления машина дарит. Опять же, у нас версия спорт. У нас подвеска идет независимая, типа Макферсон спереди, и сзади много рычажка. Ну, реально тачка жестенькая, она хорошо стоит на дороге. Хотя сам владелец отмечает, что предыдущая версия была гораздо жестче, а вот эта стала более комфортной. И сама компания Mercedes преподносит эту подвеску как спортивная, но комфортная. Вот обратите внимание, да? Что за фигня? Вот это просто удивляет. На самом деле, казалось бы, мелочно. Почему нельзя сделать дополнительную шумоизоляцию капота? Хотя, когда вы передвигаетесь в спокойном режиме по городу до 60 км, то есть не протапливаете, естественно, мотор вы никак не слышите, никакого-то дискомфорта нет. Но само по себе как-то думаешь, блин, ну странно. Опять же, цвет автомобиля у нас просто желтый, это не металлик. С одной стороны, вроде бы пофигу, но с другой стороны, на самом деле, когда был бы он металликом, в ночное время гораздо бы как-то побогаче машина смотрелась. Самое интересное, что если взять самую простую доступную версию А-класса, например, седан с передним приводом, то здесь просто умора. Потому что там стоит мотор 1.3, который выдает 265 крутящего момента, 150 сил, разгон у него по паспорту 8 секунд. Но это мотор, получается, разработки Renault-Nissan. И самое, что интересно, что вроде бы ты отдаешь деньги, покупаешь Mercedes, но у тебя под капотом, во-первых, не их мотор, раз, а во-вторых, у тебя идет автомобиль с передним приводом. Напомню, что немцы, ну в частности Mercedes и BMW, всегда изначально шли с задним приводом. Это то же самое, что сегодня происходит с серией 2, ну Z2 у BMW. Люди покупают тачку, она идет как бы с полным приводом, но изначально там передний, подключаемый задний, но не то, вообще совсем не то. И многие фанаты, которые покатались, уже рассказывают о том, что машина едет совсем по-другому. Здесь же, по сути, просто какое-то, знаешь, завоевание рынка, чтобы было что предложить, чтобы ты скопил там 1.700.000, 1.800.000 пришел, ну как это было раньше. Сейчас, подчеркиваю, просто на момент августа выгодно машину абсолютно нельзя купить. Вы купите его по более завышенной цене, нежели чем это было раньше. Вот год, буквально прошел год, а год назад можно было забрать седанчик за полтора миллиона. Это вот вполне достойная цена. С точки зрения надежности, вот к мотору реношному есть вопросы. Человек изучал вопросы, в Европе эти автомобили давно продаются, и там уже европейцы жалуются, говорят, тачка фуфло. В нашем случае двухлитровый мотор, он новый, с 2018 года он ставится, тяговитость хорошая. Средний расход топлива около 8 литров, но, возможно, он будет меняться, потому что машина у нас совсем новая, здесь буквально только недавно прошла обкатку. В остальном сказать нечего. Это Mercedes, что с ним будет, покажет время, но минусы у тачки есть, пойдемте, я вам их покажу. Колеса у нас идут 18-е, спереди у нас идут перфорированные тормозные диски. Вот смотрите, 2 миллиона 400 тысяч рублей с учетом трейдина. Ты вдумайся, у тачки нет бесключевого доступа. А класс, это сколько нужно денег доплатить, чтобы у тебя стал бесключевой доступ раз. Про фальш-заглушки я про это, честно, даже молчу, потому что это нормальное явление для подобных автомобилей. Но ты открываешь, да, у тебя прикольный салончик, ну, у тебя подумай просто. У тебя идут крутилки, вертелки даже для водительского сидения. То есть ты будешь постоянно толкаться вперед-назад с механическими регулировками. И самое удивительное, что буквально неделю назад мы покупали ГЛЦ, который стоит по цене изначально 3 миллиона 600 тысяч рублей, там тоже идет механическая регулировка. Ну, это вообще бред. У человека, у владельца рост примерно метр семьдесят пять. Ему в целом комфортно. Я же, когда сажусь под себя настроил, вот сидеть нормально, но чувствуется то, что эта машинка небольшая. В целом, когда мы вот сейчас втроем сели сюда, по городу передвигаться норм. На какое-то дальнее расстояние, условно, там всей семьей будет дискомфортно, потому что заднее, например, сидение, они спинкой не откидываются. Далее, у машины 2600 км пробега. Вот здесь вставка вот эта, я когда просто начал пристегиваться, она уже вся ходит, скрипит. Это вот особенности Мерседеса, что по салону они реально скрипучие. Предыдущую машину он продавал с пробегом 44 тысячи километров. Панель у него тоже скрипел. Здесь пока таких скрипов нету, то есть в целом она вроде бы выглядит неплохо. Глянцевых вставок очень много. Это понятная песня о том, что они потом со временем станут всей марки. Это действительно так и есть. Два дисплейчика есть, они небольшие. Ну, в целом для этого автомобиля достаточно. Просто я к тому, что в S-классе условно они больше. Вы скажете, а почему ты сравниваешь S-класс с A-классом? Друзья, сама компания Мерседес отмечает то, что многие фишки по этому автомобилю пересекаются с Мерседесом S-класса. Руль информативный, но когда вы садитесь сюда первый раз, вот здесь, в этом меню, здесь просто реально черт ногу сломит, потому что здесь много фишек, зарытых именно в меню, для того, чтобы что-то настроить, это реально нужно посидеть, покопаться. То есть, например, мультимедийный дисплей, он в разных исполнениях может быть, там можно выставить под себя что-то, но это нужно копаться, то есть, это отдельная история. Многие, кто тестирует, снимают Мерседес, на это обращают внимание, и это действительно так, это прям вот отдельная-отдельная история. В целом, когда ты садишься, настраиваешь его под себя, тачка комфортная. Но я могу сказать одно, это исключительно тачка для Валева. Мы выходим, и просто слегка газку подтапливаешь, а она уже прям срывается, смотри-ка. И тормоза, на самом деле, вот действительно прям раз, и схватывают. Вот в этом плане, конечно, тачка приятно удивила. То есть, изначально садишься, 2 литра, но, блин, подхват очень хороший. Ну, не забываем о том, что и крутящие моменты здесь 300. А еще можно с ТЭЧ-1 сделать, действительно хороший. Там машина своя совсем по-другому. Но вот здесь просто в пол, а. Вот, друзья, подчеркиваю, заявленный разгон 6,9 секунд до первой сотни. Киев, который мы тестили, который на 10 лошадиных сил больше, там было 200, здесь 190. Вот прям земля и небо. Поперло. Что приятно, вот затяжной поворот, да, машина держит дорогу, реально. Вот в этом плане то, что клиренс невысокий. Вот здесь ты все чувствуешь, у тебя машина вообще никак не кренится. Руль приятный, ты прям садишься, думаешь, ну все, вот это пушка-гонка. Вот в этом плане я, конечно, кайфанул. Честно скажу, интерьер мне не очень нравится. По внешнему виду, ну, спорная машина спереди вроде бы, да, сзади вроде бы нет. Лично мое мнение, ваше, пишите в комментариях. Но вот как она едет, даже в горочку, да, подрыв, раз-раз-раз, вот это приятно. Почеркну, что мы разгоняемся, тут прям газку даешь, она так бодренько набирает, да, соточки, да, первой, мы прям очень уверенно заходим. Использовать ее как обычный автомобиль не нужно. Если обычный автомобиль, тебе не нужен этот 220-й мотор, можно брать что-то гораздо проще. Режим спорт, когда мы его включаем и начинаем протапливать, у нас дополнительный звук получается из колонок. Ну, то есть, типа, придает такой выхлоп, агрессию. Мы включаем режим спорт и в горочку даже. Опа! Чувствуете, басок пошел. Это через колонки. Напоминаю, что у нас полный привод, то есть, мы срываемся всегда уверенно. Отормаживаемся. Оп! Ну, блин, друзья, конечно, кайфы. Такая зажигалочка та еще. И вот самое удивительное, что вот тяжело всегда передать в тест-драйве, это не передать, как машина стоит на дороге. То есть, в этом плане, ты понимаешь, ты едешь, ты прям реально машину ощущаешь. Есть тачки, вот особенно паркетники, да, совсем другая история. Здесь ты прям даешь газу, блин, кайф. И вот, кстати, одна из особенностей, почему владелец ее купил, как она едет. В этом плане, конечно, подчеркиваю, слово удовольствие я частенько упоминаю в обзорах. Оно как и есть. Вот на самом деле, когда мы, например, снимали Rapid, ну, не было там удовольствия от управления. А здесь оно есть, а здесь вот прям вот хочется лупить на тачке по городу. Подвеска реально жесткая. Вот обратите внимание, Москва, мы передвигаемся по городу, дорога ровная, хорошая. Если где-то в регионе, друзья, 104 миллиметра, да я прекрасно понимаю, тут иной раз снимаешь, говоришь, что тачки 150 миллиметров, 160, и говоришь, да нафига, нужна у нас такие ямы, что нужно что-то больше покупать. Здесь нормально. Лежащий полицейский пластиковый. Ну вот, чуть быстрее ты его проезжаешь, прям машина, чувствуется то, что она красковата. Блин, ну, срывается, но очень хорошо. Ну что, отдельный плюс в копилку Mercedes однозначно можно кинуть за их спортивной версией с AMG, с настоящим AMG, там, где выхлопы вот эти вот штатные очень хорошо звучат. Вот в этом плане, конечно, садишься. Удовольствие бешеное. Мы раз тестировали C, если не ошибаюсь, купе с AMG мотором, вот там, блин, отдельная история. Ну и, конечно же, вот эти дисплеи, да и многие фишки, это все опционально. Изначально, когда вы покупаете машину, она будет совсем голая и пустая. Так, например, вот здесь даже, вот прикольная особенность, да, ниша, которую закрыть нельзя. То есть, изначально ты тянешься и ищешь, куда нажать, чтобы она закрылась. Нельзя. Ну, в надеюсь, говорит, типа, за пять тысяч будет можно. То есть, такие вещи, которые, знаешь, за все нужно платить. Хотя, казалось бы, куда еще-то платить. В общем, друзья, здесь машина своеобразная. Как и любой немец, наборная тачка. Ну, сам факт того, что ты, когда отдаешь такие деньги, кажется, что в машине будет чего-то больше, а в ней, на самом деле, не так много фишит. Несмотря на то, что это А-класс, самая простая версия, условно, ты в любом случае хочешь получать какого-то качества. Но здесь же, когда ты открываешь, то есть, понимаешь, вот эта дверь, она, мне кажется, чуть тяжелее, чем на корейцах. Да, чувствуется разница, но она настолько незначительная, что тебе кажется, ну, блин, как-то странно. Опять же, по салону. У нас там красивый салон, да, у нас опционально идут спортивные сидения, как спереди, так и сзади. Это важно. Это, на самом деле, круто в этом плане. Но это эко-кожа. И прямо на нее, когда смотришь, то есть, чувствуется такое ощущение, как будто это, знаешь, ну, взяли чехлы вот за 10-15 тысяч рублей и прошили их. Подчеркиваю, я не ошибаюсь, я не занижаю цену, потому что я себе на Мазду делал такие чехлы. Откатался там около 50 тысяч км на них, и никакого вопроса к ним не было, то есть, никаких не было затертостей. Садишься сзади, ну, вот, я про что говорю, как раз про спинку, то есть, невозможно откинуться назад. По городу прокатиться куда-то до магазина нормально, а дальше вот куда-то на дальнее расстояние уже будет ни о чем. Вы посмотрите на интерьер, и вы вспомните, допустим, какой-нибудь KS Tinger. Они же слизывают все, вот, наполовину у Mercedes, наполовину у Audi, наполовину у BMW, по задней части. Да, естественно, задняя часть изменилась, она стала более доработанной, но это стандартный. Это стандартная история. Что чаще всего всех смущает? Ну, опять-таки, вот эти заглушки, потому что вживую, когда ты смотришь, кажется, что есть выхлоп. На самом деле, выхлоп здесь раздвоенный, но он выведен просто трубами вниз. Некоторых это удивляет, они говорят, а фу, зачем так делать? С другой стороны, я уже про это как-то говорил, что вот эти части пластиковые, они зато всегда будут чистенькие, красивые. Здесь уже на вкус и цвет, то есть, от того, чтобы здесь сейчас была выхлопная труба, машина быстрее не поехала. 220, фирматик, багажник ты открываешь сам, то есть, никакой кнопки нет, опять же. Хотя, сюда заглушка предусмотрена, должна быть кнопочка. В более дорогой версии нужно доплатить. Багажник у нас 377 литров. У нас резина идет без технологии RunFlat, тем не менее, запасного колеса у нас нет. Все, что здесь есть, это идет ремкомплект. Все, друзья, здесь больше показать и сказать нечего. Что можно кратко сказать? Внешне вроде бы неплохо, по интерьеру вроде бы неплохо, но есть к чему прицепиться. Опять же, ценник автомобиля, ну просто, на самом деле, зашкаливает. Просто за эти бабки, конечно, хотелось бы хотя бы, как минимум, по опционалу получать чего-то большего. Ну, электроприводседение, бесключевой доступ, чтобы был либо подогрев руля, ну ладно, окей, у нас пусть спортивный руль нету. Хотя, на некоторых тачках тоже его можно найти. Факт в том, что машина такая спорная. Вот напишите ваше мнение в комментарии. Суть в том, что вот эти машины, они практически не востребованы в нашей стране. Вот человек фанатеет условно, взял ее себе. А так у нас будет доступно только две версии. Первая, условно, это А200 на переднем приводе, хэтчбэк еще беднее по комплектации. И версии заряженной, спортивной, с полным приводом, но которая будет стоить совсем других денег. Тут обратите внимание, селектор при включении передач, как сделан, да? Просто такой небольшой джойстик, своеобразная фишка. Конечно, не новая, но тем не менее. У машины пробег 2600 км. Владелец уже отправлялся на гарантийный ремонт. У него сломался омыватель, казалось бы, да? Вот в тот же момент, смотрите, открываем потихонечку окно. Открывается приятно. То есть в этом плане, например, когда берешь там что-нибудь попроще, типа Рапида, Соляриса, там совсем другая история. Но тем не менее, вы скажете, ну что ты сравнишь? А с чем еще ты сравниваешь? А класс, самая простая тачка в Мерседесе. И я вам скажу одно, что я, конечно, ожидал, что здесь сейчас будет шумка какая-нибудь на уровне там 3 балла. Вот честно скажу, до 80, да даже до 100 км, вот 4 балла смело можно поставить. Друзья, машина человека, ни в коем случае никак я не пытаюсь ее нахваливать. Но в этом плане, конечно, был приятно удивлен, что шумоизоляция здесь такая поприятнее. Свыше 100, понятное дело, будет много шума. Ну как только ты выходишь в выходной день напрямую, ну какой комфорт. Ты урубаешь режим спорт и так раз, раз, раз пошел. Перестроиться из крайне правого ряда в крайне левый, здесь это, друзья, действительно удовольствие. Как бы вот, да, казалось бы, мы едем быстро, но смотрите, раз тормоза. Блин, тормоза по-любому какие-то здесь не просто перфорированные, спортивные, потому что, ну, схватывает тачка очень быстро, так прям цепко берет тебя. И вес у автомобиля примерно полторы тысячи килограмм. Честно вам скажу, когда я ехал снимать этот автомобиль, изначально я относился к нему сильно скептически. Я думал, ну, чисто женская машина, вот хорошо бы ее купить жене, девушке, маме, чтобы она передвигалась по городу. Я сел за руль автомобиля, и с первых секунд, когда я в режиме обычном комфорт дал газку, я понял, что это совсем другая история. Но, друзья, у нас здесь и под капотом совсем другой мотор. Если вы будете покупать базовую версию, вот это как раз то, что я сказал только что. Здесь же, с полным приводом, тачка действительно заслуживает внимания повалить, подубасить на ней одно удовольствие. К внешнему виду, к надежности автомобиля, выводы делайте самостоятельно. У Мерседеса есть свои фанаты, которые точно так же будут рассказывать, что главное вовремя обслуживать, хорошее обслуживание, никаких вопросов не будет. Болячки есть абсолютно у всех автомобилей, всегда что-то где-то по мелочи доломается. Но мне машина понравилась. За свой ценник, конечно, это дороговато, однозначно тут другого не скажешь. Но как она едет, мы сейчас получили все втроем просто хорошие эмоции. Поэтому, друзья, всех вас приглашаю в комментарии, высказывайте ваше мнение. Когда-то на вторичке она будет доступна и стоять у кого-то под окошком. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. Дальше будет больше свежих и интересных роликов. До новых встреч, всем пока-пока!